Каждую минуту вредоносный код заражает миллионы компьютеров. Это история о том, как удалить любой известный вирус. Время и нарушение. Основано на реальных событиях. Кургиль новостя. За прошедшие сутки произошла экстремплигентная вирусная атака. По всему миру поступает сообщение о мартовых рабочих выборах. Многие компании... Здравствуйте, Дмитрий Семеневич. Да, там мелочи остались. Завтра уже все закончено. Рассказывает наш специальный корреспондент, Олег Сергеевнов. Алексей? Сергей, пока все, что удалось выяснить о принимаемых мерах, это резкое увеличение продавших вирусного пожарного обеспечения в северном сегменте и капитации сотрудникам... Алексей? Да ладно, как так-то? Дим, привет. Здарова, Андрюка. Чем могу быть полезен? У меня катастрофа. Завтра проект сдавать. А у меня, походу, вирус на компе. Ничего сделать не могу. Ты едешь. Глент, пожалуйста. Давай, без паники. Подъехать сейчас не смогу. Тут немножко на даче поцелеп. Садись за компьютер. Я тебе по телефону расскажу, что делать, куда жать, и как вообще от сенечисти избавиться на компьютере. Я готов. Так, слушай, может просто антивирус какой-нибудь помочь тебе? Пахнуть. Отсканировать и все удалиться? Ну, идея, конечно, шикарная. Ну, это нужно было делать до того, как все случилось. Сейчас это уже вряд ли поможет. Почему? Ну, хотя бы, потому что, скорее всего, ты уже не администратор своего компьютера. А это значит, что любые твои действия не принесут никаких результатов. Да и более-менее годный вирус не даст тебе ни скачать, ни установить какой-либо антивирус. Так что давай, как раз и начнем с того, что вернем тебе админские права. Куда идем? Как сейчас нужно нажать одновременно две клавиши. Windows на клавиатуре выглядит как логотип Microsoft и английскую букву R. Должно появиться окно со строкой «Выполнить». Появилось. Теперь строку «Выполнить» нужно прописать ms-config. Сейчас отправлю телегу, как правильно пишется. Хорошо. Жду. Открылось окно конфигурации системы. Куда дальше? У тебя сейчас должна быть открыта вкладка «Общая». Переходи во вкладку «Загрузить». Система, насколько я помню, у тебя одна. Так что выбирать ничего не нужно. Просто ставь кнопочку напротив «Безопасный режим». Жми «ОК» и перебежи компьютер. КОНЕЦ «ОК» и «ОК». ВОК» и «ОК». ВОК» и «ОК». Перезагрузился, появилось две учетные записи. Там есть учетка с именем администратор? Да. Заходи в нее. Зашел. Снова нажимай Windows R и прописывай в строке выполни то, что я сейчас тебе скину. Открылось окно учетной записи пользователей. Прекрасно. Сейчас тебе нужно выбрать свою учетку, дальше переходи в свойства, выбирая вклад в членство в группах. Тебе нужно поставить галочку напротив администратор. Жмешь применить, везде ок и перезагружай компьютер. Как только все сделаешь, дай мне знать. Ок, сейчас сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Перезагрузился? Что дальше? А Владимир, ты тут? Да, Андрей, я тут. Дальше нужно исправить файл хост. Там гарантированно есть лишние записи. Именно поэтому ты не можешь скачать антивирус и не открывается некоторое статистическое паузере. О как! Переходи в системный диск. Насколько я помню, у тебя это диск C. Дальше Windows и ищи папку Assistive32. Открыл. Тут еще куча папок. Ищи папку Drivers, дальше ETC. И здесь должен быть паил хост. Но скорее всего скрыт от нашего взора. Сейчас нужно включить отображение скрытых файлов и папок. В верхнем левом углу окна есть вкладка Вид. Кликни на нее. Перешел. Должны открыться дополнительные опции и в крайнем правом углу окна дополнительное меню параметров. Открываю. Открыл. Там снова должна быть вкладка Вид. Переходи в нее. И в открывшемся списке тебе нужно поставить галочку в самом низу, показывая скрытые файлы папки. И снять галочки чуть выше, напротив скрывая защищенные системные файлы и напротив скрывать разрешение для зарегистрированных типов файлов. Нажимай ОК и закрывай окно. Теперь должен появиться файл с названием хост. Обычно он находится первым по списку. Щелкай по нему правой кнопкой мыши. Выбирай свойства. Внизу в атрибутах нужно снять галочку скрытый. Жми ОК. И вот это первый случай, когда понадобится право администратора, который мы вернули предыдущим шагом. Жми Продолжить. Сделал. Теперь давай проверим дубликаты этого файла. Особо умные вирусы создают копию этого файла в другом месте для того, чтобы в случае чего восстановить основной. Переходи снова в диск С и в верхнем правом углу в строке поиска пиши хост и жми поиск. Пошел поиск. Это надолго? По-разному? Поиск будет по всему диску С? Слушай, давно хотел тебя узнать. Как ты начал работать удаленно и ушел от найма? Я задумался обратно на экскаватор вернуться. Да нет. На экскаватор, конечно, нет. Сейчас это время как страшный стол вспоминаю. Да и все как-то само собой получилось. Ристал ролики в ютубчике и нарвался на рекламу онлайн-курсов. Ну а дальше, когда само собой пошло? Удовольствие-то, наверное, не дешевое? Да, слушай, мне повезло. Я на скидки нарвался, по дешевке все выхватил. И на самом деле там уже на четвертом-пятом месяце можно первые заказы завезти. В зависимости от того, какую профессию берешь брать. В любом случае это постоянный профессиональный материальный рост. И самое для меня главное то, что не привязан к месту работы, городу и стране. В любой день собрал чемодан. И ускакал в любое место, куда душе завез. Скинь мне название школы, пожалуйста. Без проблем. Сейчас скину. Польз завершился. Сейчас отправлю тебе смешок. Ну вот, один файл в папке ETC как и должно быть. И второй копия. Теперь нужно этот файл очистить. Открывай его с помощью блокнота. Удаляй все содержимое. После этого его нужно сохранить в любое удобное для тебя место. Сохранил на рабочий стол. Этот файл теперь нужно переименовать. В названии нужно оставить только хост, а точка TXT удалить. И переместить этот файл в папке замены. Как закончишь, make it. Окей. Готово. Так, теперь нужно удалить DNS кэш. Мы перед этим давай проверим, что там у нас в настройках адаптера. Давай. Переходи в параметры сети. Это значок подключения к интернету в нижней правой части экрана. Кликни по нему правой кнопкой мыши. Дальше выбирай настройка параметров адаптера. Открылось окно с подключениями. Выбирай то, которое подключено к интернету. Кликай правой кнопкой мыши и переходи в свойства. И теперь в свойствах IPv4 и IPv6 должно стоять получение DNS в автоматическом режиме. Если что-то как-то по-другому, поменяй на автоматический режим. Сохраняй и закрывай окно. Сейчас все проверим. Все отлично. Все на автомате. Теперь удалим каждый нас. В нижнем левом углу экрана переходи в поиск и пиши. В результатах поиска появится командная строка. Кликай по ней правой кнопкой мыши и выбирай запуск от имени администратора. Должно открыться черное окно. Открывать. Прекрасно. Сейчас скину список команд, которые нужно запустить. Просто скопируешь и вставляешь в окно. Для вставки можно использовать комбинацию клавиш Ctrl V. Для запуска нужно нажать «Контакт». «Контакт» Сквозь экран. Он ведет игру. Кто шепчет в тишине, я не пойму. Пальцы на клаве. Он рядом здесь. Жалит ко всему. Все сделал. Чудесно. Осталось все немного. Теперь нужно прогнать систему на вирусы до ее загрузки. В нижнем правом углу нужно найти значок щита. Кликни по нему левой кнопкой мыши. Открылось окно антивируса. Теперь в защите от вирусов и угроз нужно выбрать параметры сканирования. Поставь галочку напротив проверка автономным модулем Microsoft Defender и жми «Выполнить сканирование сейчас». Сейчас компьютер перезагрузится и начнет проверку. И все. Осталось только дождаться пока все отсканируется. Почистить системный кэш. Ссылку на инструкцию я тебе сейчас скину. И поставить нормальный платный антивирус. Я как раз освободился. Тебе на пару минут заскочу, перепроверю и все. Отлично. Продолжение следует...